Я немножечко расскажу об этом инструменте. Терменбокс был создан практически 100 лет назад в Санкт-Петербурге в 1919 году русским физиком Львом Терменом. И когда исполнитель играет на терменбоксе, то он не касается инструмента, а перемещает руки в воздухе возле двух металлических антенн, изменяя параметры невидимого электрического поля. И когда моя рука приближается к правой антенне, то звук становится выше. Когда рука приближается к плечу, то звук становится ниже. То есть получается что-то вроде воздушного грифа, да, как в Виланчелле, скрипке, только здесь физически грифа нет. Левая рука отвечает за громкость. Чем ближе рука, тем звук тише. Когда рука поднимается вверх, звук становится громче. То есть, опять же, если мы продолжим сравнивать терменбокс с каким-то инструментом струнным, Виланчеллею или скрипкой, то можно представить, что здесь у нас невидимый свечок. Вот такой. На самом деле, абсолютно любое движение исполнителя, оно влияет на озвучение инструмента. Даже если, например, я глубоко вздохну, то опять же мы тоже услышим. То есть, в данном случае, моя грудная клетка наполняется воздухом, да, и меняется расстояние от меня до инструмента. Соответственно, терменбокс — это очень чуткий инструмент, в котором исполнители как бы являются частью звука, частью инструмента. Терменбокс стал одним из самых первых в мире электрических музыкальных инструментов вообще. Поэтому часто с него отчитывают историю электронной музыки во всем мире. И появилась она фактически в России, в Санкт-Петербурге в 1919 году. Несмотря на такую долгую историю, терменбокс практически не изменился с точки зрения базового устройства. То есть, это по-прежнему небольшая коробочка с двумя металлическими антеннами. Тогда, в 1920-е, коробочка была просто чуть-чуть побольше, немножечко более объемной. На самом деле, вот терменбоксом действительно, да, познакомился Владимир Ильич Ленин. И в кабинете его в Кремле был представлен этот инструмент. А после этой встречи терменбокс прозвучал в более чем 150 городах Советской России. А в дальнейшем и за рубежом, к примеру, среди первых опробовавших игру на терменбоксе, стал и знаменитый физик Альберт Эйнштейн, который тоже любил музыку. Как известно, он был скрипачом. И Эйнштейн, он, надо сказать, сказал, что свободно вышедший из пространства звук представляет собой абсолютно новое явление. И сказал, что тот момент, когда появился терменбокс, на его взгляд, такой же знаменательный для человечества момент, как вот тот день, когда человек понял, что тетива рука – это не только оружие, да, это может стать частью музыкального инструмента, может стать музыкальным инструментом. И вот он считал, что терменбокс – это такая же вот века, да, в истории развития вообще эстетики, да. И на самом деле, действительно, мы знаем много музыкальных инструментов, но новый способ извлечения звука появляется очень и очень редко. И вот терменбокс – это тот самый уникальный случай подобных ему инструментов. Конечно, его начинают сравнивать с другими уже существующими. И терменбокс тоже это не миновало. Надо сказать, опять же, что сам Лев Термен был не только физиком, но и величинистом. Поэтому те произведения, которые он вначале играл на терменбоксе, они были именно из его вилончельного репертуара. И, конечно, терменбокс стали сравнивать с вилончелью, со скрипкой, иногда с контрабасом, потому что его диапазон, он может достигать 8 октав. То есть, в общем-то, играть партия, в данном случае, в регистрах любых инструментов. Но, конечно, больше всего инструмент стали сравнивать с голосом, благодаря возможностям инструмента, которые, в общем-то, свойственны только голосу и терменбоксу. И сам Лев Термен назвал инструмент «этерафонный». То есть, изначально он не назвал его в свою честь, но журналист газеты «Известия» назвал его «голос Термена» – «бокс» по-латински «голос». И так это название и закрепилось. За рубежом инструмент называют просто «терами». Термена-бокс был представлен широкой зарубежной общественности в 1927 году на международной музыкальной выставке в Германии, в Афганфурте-Анамане. И там инструментом познакомилась музыкальная общественность со всего мира. Вслед за этим последовали концерты, например, в Парижской опере, где даже были применены силы полиции, чтобы сдержать поток живающих, услышать и увидеть Лева Термина и Термен-бокс. Далее состоялось выступление в Королевском Альберт Холле в Лондоне и выступление в Америке в Карнеге Холле, Метрополитен-Опера. Но вначале был закрытый концерт в Плаза-отеле, на котором присутствовал, в частности, композитор Сергей Рахманинов, который, как известно, после концерта подошел к Леву Термину и обманул его. После этого, конечно, газеты написали, что Рахманинов одобрил Термен-бокс. И многие композиторы начинают интересоваться инструментом и писать на него музыку. Например, уже в начале 30-х состоялась премьера первой аэрофонической сюиты для Термен-бокса и оркестра, такого замечательного композитора Иосифа Шиллингера. И по сей день появляются новые произведения для Термен-бокса в самых разных точках планеты, для самых разных составов. Надо сказать, что, несмотря на то, что Термен-бокс в первую очередь это академический музыкальный инструмент, каждый практически слышал его и в киномузыке, например, в советских кинофильмах, в зарубежных кинофильмах, множество голливудских фильмов 40-х, 50-х, 60-х и в наши дни используют Термен-бокс. И иногда на нем играют киногерои, например, Симпсоны играют на Термен-боксе, Шелдон из «Теории большого взрыва» и множества других персонажей. Также Термен-бокс был задействован и в рок-музыке, в частности, его использовали Лед Зепплин, Пин Флойд и многие другие коллективы. Сегодня можно услышать его в группах, например, на концертах Жанна Мишеля Жара, Растинга и многих других музыкантов. Возможно, у вас есть вопросы про Термен-бокс, если они есть, я с большим удовольствием на них отвечу. Нет вопросов, да? Как преобразуется звук изменения электрического поля? Как преобразуется звук? Ну, в данном случае нам необходимо, в общем-то, базовое устройство Термен-бокс – это два электрических генератора, генератора высокочастотных колебаний. Соответственно, один генератор настроен на одну и ту же частоту, другой – переменный. Мы приближаем руку и меняем частоту вот этого переменного генератора. Это нам никак не позволяет что-то услышать. Это происходит на следующем этапе. Постоянный сигнал, непостоянный – они смешиваются. И выделяется разница между ними. То есть, например, если постоянный у нас 100 кГц, непостоянный – 150, на выходе мы получим 50. И, варьируя параметры, мы можем добиться тех частот, которые могут стать звуком, попав, в общем-то, в динамик, и находиться в том диапазоне, который услышит человеческое духо. На самом деле, термобокс бывает очень разным. Можно тебя попросить поближе чуть-чуть подойти, здесь эхать? А много музыкантов в России играют на термобоксе? Отличный вопрос. Много ли музыкантов в России играют на термобоксе? Спасибо. На самом деле, не очень много. Но вот в России есть школа термобокса. В ней сейчас учится достаточно много людей. Ее ведет наша семья. А так, в принципе, если мы говорим о концертирующих, исполнителей, а то именно академическая музыка, наверное, это человека три. Если мы говорим о экспериментальной джазовой музыке, то еще несколько человек добавится. Еще вопросы, возможно? Да. Сочиняю ли я музыку для термобокса? Сочиняю ли я музыку для термобокса? Ну да, в общем-то, как раз пьеса, которая сейчас прозвучала моего авторства. Но в целом я сочиняю разную музыку, иногда более экспериментальную, иногда менее. Я видел, что там был вопрос. Чувствую ли я электрическое боле руками? На самом деле нет. То есть я ничего... С точки зрения сопротивления воздуха нет. С точки зрения ощущения звука, на это уже не про ощущение боли как физического явления. Хотя есть люди, которые подходят и говорят, что у них небольшое попалывание в руках, немножечко. Но не знаю, с чем это связано. Может быть это, в общем-то, психологический момент, а может быть просто какая-то повышенная проводимость кожи и так далее. Но есть люди, которые больше любят током любой бытовой предмет, да, мальчика. Да. Да, там терминбокс. На самом деле многие отечественные рок-висполнители Zemfira, B2 и так далее, они шклярские, например, из группы Пикник, он купил себе терминбокс, но думал, что быстро научится. У него не получилось. И он сказал, что нет, какой-то нехороший инструмент. Я думал, что все получится просто. Скоро будет столетие. Как вы будете праздывать? Да, действительно, на столетие, на самом деле, у нас будет не один год, а фактически и следующий, и 19-е, 20-е, потому что в 20-м году терминбокс впервые уже ставлен общественности, а 19-е это дата, когда первый процесс инструмента появился и сама оформившаяся практически, да, в инструмент идея уже существовала. Ну, мы, безусловно, планируем выступление в разных городах России и специальную программу фестиваля терминбокса, которую мы проводим с 2019 года в Москве и Петербурге и Нижнем Новгороде. И я думаю, что будут какие-то специальные проекты, вот на это будет призвание. Я надеюсь съездить некоторые мысли по поводу музыки, связанных с терминбоксом, которая впервые прозвучит. В общем-то нет, то есть немного металла, немного фортепиано, но немного. А как долго? Как долго? Ну, я подошел к терминбоксу чуть больше, наверное, до 7 лет назад, где-то так вот, вот именно подошел, так сложилось. А Вы представляете, какой-то инструмент у себя представить, у вас левая рука, скажите? Терминбокс. Я представляю, ну, я представляю даже не инструмент, а звук, скорее. А вы как-то скрипачная рука? Нет, просто левая рука, она как, ну, как у скрипача, виланчелеста, самая главная рука, в общем-то, это правая рука. Поэтому ведущую руке отдает звучок. Хотя обыкновенные слушатели часто думают, что когда пальцы быстро двигаются, левые руки, то это и есть самое сложное. На самом деле, ну, не совсем. Так, а в случае с терминбоксом эти функции, они, да, поменялись немножечко. Потому что здесь левая рука работает в очень небольшом диапазоне, и достаточно тонкие движения требуются для того, чтобы артикурировать. Но, тем не менее, здесь левая рука достаточно большая задача. Но нет, я не провожу какие-то аналогии с другим инструментом в формировании техники. Терминбокс. Скажите, вы, сами, может, вы пишете, а есть какая-то запись или в каком-то? Да, конечно. Ну, иногда бывают произведения, на которых... Но дело в том, что, когда, например, если мы пишем просто, вот как у Андрея Попова, да, произведения, у него просто обычные ноты записаны на партии терминбокс. В общем-то, они ничем не будут отличаться от партии голоса или скрипки, за исключением того, что это одноголосый инструмент с одним голосом. Если мы говорим о каких-то более экспериментальных вещах, то какая-то часть может быть, например, прописана, какая-то может быть открытой, то есть может меняться, например, мелодический рисунок или какие-то элементы импровизации. Это довольно часто в академической музыке сегодня встречается. Ну, по-разному. Иногда композитор придумывает специальные нотации, чтобы что-нибудь такое придумать, но это не обязательно для терминбокса. То есть если композитор решил поэкспериментировать, он это сделает с любым инструментом и рисует какие-нибудь дигзаги, которые терминбоксисты, пианисты, скрипачи должны как-то сыграть. Естественно, там будут определенные правила, то есть, например, динамические штрихи обозначаются определенным образом. Ну, например, я некоторое время назад познакомился с русско-голландским композитором Игорем Йоффе, и он решил, что ему неудобные такты привычные. У него в каждом такте, в каждом такте это минута, а в минуте 50 секунд. Вот он сказал, что это идеально для его музыки, вот именно вот так вот записывать. Ну, в принципе, это работает, то есть эта музыка выиграет. Скоро, а может быть, паузы, паузы, паузы? Я боюсь, что, конечно, если мы все попробуем, это будет немножко сложно осуществить, но я стараюсь, в общем-то, чтобы все желающие попробовали хорошо. А с оркестром терминокс выступает? Да, ну, буквально в прошлом году даже состоялось такое достаточно знаменательное, на мой взгляд, для терминокса событие. На фестивале в Петербурге, в Атриуме Эрмитажа, состоялось в мелье сразу четырех концертов для терминокса-оркестра. Их написали петербургские композиторы, преподаватели Петербургской консерватории. И это действительно интересная, хорошая музыка. Ну, периодически пишут в разных странах. Просто, естественно, в музыке пишут не так уж много, не так мало, но и не так много. И хорошую музыку пишут реже, конечно. Поэтому для меня всегда большая радость, когда появляется хорошая музыка. И последний вопрос, наверное. Ну, собственно говоря, да, я один из инициаторов как раз школы терминокса, которая действует уже несколько лет. И мы даже планируем такой проект оркестр терминокса, где 8-10 инструментов будут включаться вместе. Такой проект, кстати говоря... У этого проекта есть история, кстати говоря, потому что еще в 30-е годы, в 32-м году, лифтормен такой оркестр Карнеги Холли собрал и он дал один концерт, правда всего, но тем не менее, это был первый шаг в эту историю. Я вот упоминал композитора Иосифа Шиллингера немножечко, а он был близким другом Льва Тармена и очень любил токонбокс, писал для него музыку и даже сам немного играл, а также был учителем многих замечательных композиторов. Например, известно, что Глен Миллер написал «Серенаду солнечной долины» в общем-то по упражнениям системы Шиллингера. У него была система написания музыки, система композиции, где математика и музыка они очень плотно сочетались. Вот так вот.